Сегодня утром в центре Челябинска резвый Чоповский автомобиль врезался в стенку большого магазина. Рулевой служебного Рено не успел отвернуть от попутной иномарки от Hyundai Solaris под светофором на перекрестке и оставив на асфальте длинный жирный тормозной след, снес кусок стального ограждения и врезался в фасад торгового комплекса «Урал». Позже выяснилось, что автомобиль охранной фирмы «Статус безопасности», вылетевший на тротуар, задел и пенсионерку. К счастью, врачи скорой диагностировали у 61-летней женщины лишь ушиб плеча, что очевидцы восприняли как невероятную везучесть пешеходки. У 47-летнего водителя Рено закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб груди и закрытый перелом правой стопы. Его на скорой увезли в больницу. Пострадал телом и 39-летний пассажир служебного автомобиля. Вероятно, именно он после аварии ходил вокруг разбитого автомобиля с перебинтованной головой. Мужчины, которые примчались на помощь, женщине, сидевшей за рулем Соляриса, показалось, что рулевой Чоповского автомобиля был не вполне трезв. Но в комментариях в ГИБДД Челябинска эту информацию опровергли. А в охранной фирме сообщили о том, что их группа мчалась по служебной нужде и по сигналу тревоги с разрешенной скоростью. Портал 74.ru цитирует директора Чопа статус безопасности Николая Макоту, который в комментариях утверждал, что перед светофором на перекрестке улиц Красной и Сони Кривой, похожи с топонимами, Сонями в названиях улиц Екатеринбургу повезло куда больше, чем Челябинску, но это так слову сказано. Педаль газа зацепилась за нечаянно подвернувшийся край коврика под ногами водителя. Автомобиль резко рванул вперед, и водитель уходил от столкновения, нажимая на педаль газа. Справа никого не было, и он рванул именно туда. Что из этого туда-не туда вышло, еще долго обсуждали очевидцы дорожной аварии. Продолжение следует...